куда мы закатились ну примерно туда но вы не думайте что у нас недвижимость стоит дешевле чем во всем мире это бред сивой кобылы во первых где мы находимся мы находимся в тех местах где здание пустые не прокатит никоим образом потому что у нас зима и эта зима практически полгода то есть нам нужно что-то потяжелее по интереснее покруче естественно но все что мы сейчас вам предлагаем это либо лучшее как у меня допустим сталинский дом новый сталинский дом заканчивался к сожалению при хрущеве если бы он представили еще заканчивался было все вот так вот но он заканчивается при хрущеве и поэтому там тоже возникает некоторые дополнительные проблемы либо мы что-то собираемся сделать последнее из новинок к слову о том что последний из новинок рядышком с моим дом располагается по улице московская 18 новый дом был старый дом ну если вы сильно сильно помните так вот 4 5 этаж там даже кладки нету там все это дело на сейчас потерпите кладки там нету в природе своей там все сделано было на пене то есть хороший арнольд шварценеггер включая терминатора может спокойно выйти на улицу просто приложив некоторое количество силу вы думаете что так все не делается проли своей вообще нет поверьте мне так он и делается то есть думать надо еще разок и при ооо вау вау терпение господа мои терпение меня рассмотрят как правило детишки смысле они чуть-чуть попозже меня родились но вы думаете что все все и вы Вы всю жизнь будете работать. Но, возможно, вы пойдете еще на военную службу, и там вам денежки немножко большие дадут. Это есть желание, есть такая тема. Но дай-то бог, я вообще противник войны. Может быть, чем быстрее это все дело закончится, тем будет вкуснее, естественно. Но вы туда приходите и получаете там деньги. А если вы не получили деньги, и у вас уровень средней заработной платы примерно 30 тысяч рублей, и вы думаете, какого ляда? То есть вы собираетесь всю жизнь работать на ипотеку? Не-не-не-не-не. Нет-нет-нет-нет-нет. Я вам говорю, что этого делать не нужно. Потому что вы же человеки с мозгами. Если у вас все вообще красиво и ровно, вы можете поступить в институт, там вы умеете мозгов все добавить. Потому что кто такой инженер? Это человек, который умеет думать. И вы поймете, что, в принципе, вокруг города Магнитогорска, да и вокруг любого города, есть круговая дорога. И рядышком с этой круговой дорогой есть остальные местечки, где ценники на недвижимость, ну, явно не такие, как в городе. А что это такое? И вы думаете, что вы не сможете там просуществовать? Нет. Вы это дело сможете сделать, используя то, о чем мы сейчас вам будем говорить. просто переделав все внутри, используя электрооборудование и приспособы в качестве различных имеется в виду удлинителей. И не только. В том числе и это плоскогубцы, круглогубцы, резалки, которые работают для вас. Это все здесь, это все здесь, это все недорого. Слово о том, что в принципе при наличии мозгов вы сможете все это дело приварить. Там сложностей нет. То есть человек, который может закончить высшее учебное заведение, он должен понимать, что в высшем учебном заведении вы учитесь 4 года, а в хазанке они работают 2 года. Вы неужели не сможете подумать, что вы не сможете сделать то, что научено и было сделано там? Сможете. В принципе, есть возможность такая, под названием YouTube. Вы посмотрели, сделали и получили качественное удовольствие. А ценники, ценники самые дешевые, на электричество, есть только в одном месте. В одном. Их два, в принципе. Здесь на вокзальной 5, и на Комсомольской 17. Это электросила. Она делает все для вас. А вы не думаете, что я умный? Я не такой умный. Разумный, это да. Почему разумный? Потому что вы даже не представляете, что у меня есть. И сейчас ничего не буду говорить. Я вам объясню ситуацию немножко другую. Почему я стал таким разумным? Во-первых, это благодаря тому, что я небольшой специалист в области я собираюсь самолетом на радиоуправлении. И причем я это делаю с 1984 года. То есть кое-что я умею. И кое-что дает мне эти дивные возможности. А уже это дело было чуть-чуть позже, когда мы начинали делать ZX-синклер спектрумы. Это была школа. Точнее, школа, переходящая в институт. Я не был крутым специалистом. И вот в области микросхемы я туда не лазил никогда, естественно. Но проходи, проходи, это несложно. Все нормально. Видишь, люди тоже ходят, потому что у всех есть мозги. Потому что куда они пришли? Они пришли в электросилу. И чем нам электросила позволяет жить? Она нам позволяет жить, потому что здесь есть абсолютно недорогие все устройства. И давайте вернемся к нашим тараканам, о которых я уже говорил. Разговор будет чуть-чуть дальше. То есть я очень сильно сомневаюсь, что вы готовы, невзирая на то, что у нас уровень заработной платы почему-то, скажем так, сложноватой в области весьма большого количества денежных средств. Вы же не хотите целиком всю жизнь работать на ипотеку. Не, 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 не надо. А тем не менее, что у нас есть? У нас есть рядышком с городом Магнитогорском огромное круговое движение. И причем это круговое движение вам позволяет, в принципе, на машине приехать из любой точки. И это не сильно далеко будет от города. Естественно. Зато все свое есть, красиво и ровно. Но даже если у вас возникают дивные проблемы, вы ничего не сможете себе сделать. А, у нас есть сады. И давайте все-таки... Вы же не хотите тратить бешеное количество денег, но вы хотите сделать все красиво и ровно. И благодаря электросиле мы это вам можем себе позволить. Давайте определимся, что вы берете. Ну, допустим, это все-таки не самая конкретная и навороченная штучка. Но даже в не самую конкретную и навороченную штучку, вы, используя вещи под названием кобеля, вот мы сейчас прямо на них находимся, вы можете себе все сделать красиво и ровно. Да-да-да-да-да. И в итоге мы вам говорим, что в принципе, если у вас есть мозги, если есть качественные мозги, то в принципе с мозгами вы можете из нуля себе сделать целиком трехкомнатный дом в планировке примерно 70 квадратных метров в миллион рублей. Что, интересно? Да-да-да, если есть мозги. Если есть мозги, если у вас есть мысль, а мысль вам гарантирует, я сейчас не буду говорить, потому что я сейчас начну заикаться, почему я буду заикаться, потому что я знаю, что если мы работаем с электросилой, здесь на вокзале на 5 мы все это делаем, вау, красиво, вау, красиво, ровно, и вот эти кобеля, это то, что нужно. Я вот сейчас пытаюсь разговаривать с другими товарищами, они немножко подтупливают, что ли. Кстати, зря, что они подтупливают, потому что именно сейчас вам необходимо что? Ну ладно, мы не будем говорить про бензопилу, это чтобы вы быстренько привели в порядок огород. Естественно, что еще нужно-то? Ну, может быть, когда-то это дело-то и случится, но допустим, все-таки сад. Хороший качественный сад, с хорошим нормальным домиком. Для того, чтобы поменять окна в этом домике, это проблем не возникать у вас должно никаких, не обязательно покупать новые. Можете взять бэушные, это дешевле, естественно. То есть, грубо говоря, поставили себе 4 окна, это если 4 окна, и вам все это дело обойдется, ну, в принципе, за 3 рубля, окон вы можете себе купить, сумма будет достаточно небольшая, поставьте спокойненько и не парьте мозги, все остальное потом утеплитесь. Но, конечно, вам необходимо будет туда добавить что? Электричество, да. Но вряд ли, если это будет сад более-менее хороший, да? То есть, мы говорим, чтобы было все реально красиво и ровно, все-таки лучше поменять внутреннюю проводку на все-таки медные. И где мы это делать будем? Здесь, естественно, в электросире, потому что вкусно, вкусно, красиво. Но маленький нюанс возникает именно здесь. Чтобы вы все это дело могли поменять, естественно, я бы вам крайне сильно рекомендовал использовать резиновые перчаточки. Но если у вас мозгов-то все-таки не хватит полностью отключить электричество, то, в принципе, для того, чтобы подключить электричество, здесь есть замечательные электрические приборчики, я имею в виду счетчики. Поставили, заключили договор, все в порядке. Теперь у вас возникает другой вариант, в принципе, как вы можете все это дело хорошо реально отапливать. Есть два варианта. Поставить себе газгольдер, а есть другой вариант. Ну, не буду я сейчас про него говорить, но, в принципе, если вы здесь поставите все нормально дома, с качественной электрической проводкой, ну, примерно по дому, наверное, чтобы это было хорошо и красиво, вы можете все это дело отапливать. Электричество, господа мои! Спокойно и ровно. Но только вам надо знать, где все это делается дешево. Так вот, делается все это дешево в электросиле. Других вариантов-то и нету. И, конечно, это все возникают проблемы. Возникают проблемы, а у кого они ему не могут возникнуть? Вы думаете, что этот товарищ, который перед вами находится... Давайте все-таки определимся, что находится перед вами. Так вот, перед вами находится тот товарищ, который... который 8 лет снимал квартиру. Потому что этот дивный товарищ работал на Челябинской государственной телевизионной радиовещательной компании. Почему я туда пришел? Почему я получал реальные копейки? Потому что это была государственная компания. Я сразу написал заявление насчет квартиры. И 8 лет я ее снимал. Ну, слава тебе, Господи, потом все это дело удалось. И то хорошо было бы. А сегодня и сейчас я очень сильно сомневаюсь, что такие конторы вообще присутствуют в природе, есть ли они в наличии. Но мы же говорим о дешевизне, да? То есть, как бы вам сказать, заходите, не поверите, это нормальный вариант. Это просто камера меня снимает, это все нормально. Просто мы общаемся с ней. Видите, сколько здесь людей. Они тоже все это дело реально понимают, что мы говорим о дальнейших наших событиях. Как вы уже сказали, то есть мы взяли провода, мы взяли устройство для того, чтобы все это дело распределялось. Это счетчики, естественно. Все пытались сделать красиво, но, 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 но. Конечно, мы сейчас переедем на Комсомольскую 17, для того, чтобы вам показать отдельные примочки, они очень красивые, ровные, для того, чтобы вы не въединили штуку под названием короткое замыкание. Сложная штука, меня щелкало, естественно, и до сих пор она может щелкать. Маленький нюанс уже из сегодняшней нашей жизни. Ну, чтобы вы немножко доехали, о чем я беседую. То есть на корпусе вашего компьютера есть 110 вольт. А вы ни разу не пытались одновременно с корпусом компьютера одной рукой прицепиться к корпусу компьютера, а другой прицепиться к чему? К батарее! И вы понимаете, что она начинает тебя щелкать вот так вот. А они знали, что ли? Да говорят, я довожу до вашего сведения, что вы с этим делом также можете попасться. Но, естественно, все это делом не нравится. Естественный, самый простой вариант, это посмотреть о электричестве. То есть здесь есть все, что нужно, все, что... Еще раз говорю, здесь есть все, что нужно. Любые электрические приборы для работы с электричеством, у которых есть специализированные устройства, ну, зажимы или клещи или все остальное. Оно сделано из тех вещей, которые не проводят электрический ток. Клево! Клево! Поэтому прежде чем что-то вы будете думать, я бы вам 250 раз, и говоря о сюжете, говоря о качестве, я бы вам все-таки рекомендовал. Не думайте ни о чем другом. Почему мне нравится электросила? Потому что она работает, работает красиво и ровно. И если честно, если честно, то количество товаров круче, чем у нее нету нигде во всем Урало-Сибирском регионе. Поэтому мой вам совет. Придите сюда, возьмите все, что... И самый забавный вариант, самый забавный вариант, примерно сейчас объясню, ну, примерно, в принципе, для того, чтобы по полной программе упаковаться, ну, и заряжаться, и даже будет у вас еще и сварочник, и все это дело вам обойдется в сумму-то достаточно небольшую. Ну, это максимальное количество того, что вам нужно, для того, чтобы вы спокойненько работали, плюс сварочник, плюс все остальные примочки, это, ну, максимум, ну, максимум 25 тысяч рублей. И все, забыли на всю жизнь. У вас есть все, что нужно. И вы спокойненько делаете. И это уже удовольствие. Или вы просто хотите за какую-то шнягу заплатить какому-то... те же или даже большую сумму денег. Никогда. Думайте своей головой. Иногда так получается, что мы не можем ни у кого спросить, а потому что этого делать-то и не нужно. Потому что мы вам сегодня объясняем лично мою позицию. Может быть, вы со мной согласитесь, а может быть и нет. Тот, кто со мной не согласится, у него будет дивная ипотека до конца жизни. И он будет 2 миллиона 700 тысяч платить очень долго. А потом еще супруга вдруг нарисуется, а потом еще ребенок, то есть ему к 2,5 уже будет 7. Это по сегодняшним ценам. По сегодняшним ценам 7 миллионов вы будете платить за трехкомнатную квартиру. Клево, да? Люблю это дело. А тот, кто со мной согласится, он придет куда? Он придет в электросилу. Потому что именно здесь мы покупаем то, что нам нужно. Раз. Потому что именно здесь ценники абсолютно адекватные. И к слову о том, что электросила нам говорит о следующем. Дешевле, чем в электросиле, электричество и всех остальных примочек нету нигде в природе своей. Итак, вчера мы говорили о вокзальной 5. То есть там у нас есть замечательные штуки для того, чтобы вы могли использовать свой дом и платить за электричество. Вчера же мы с вами говорили о том, что в принципе в своем доме, если идет грамотное подключение электричества, вам может быть даже нет необходимости подсоединиться к отоплению. Потому что в принципе то на то, к сожалению, мы не можем сегодня нам показать. Но тем не менее, отопление от электричества, оно в принципе нормально, красиво, ровно. И главное вам сделать, чтобы ваш дом был теплым, а это сделать достаточно легко и просто. Да-да-да-да-да-да-да. Я даже вам могу потом показать то место, где вы можете пенопласт брать. На левом берегу. Есть у нас человеки, которые изготавливают качественный пенопласт. И вы спокойненько можете его или изнутри, или внутри положить, и будет все красиво и ровно. Ну, теперь мы сюда зачем пришли? То есть, во-первых, вам нужны ящики, для того, чтобы ваш счетчик с ним... Ну, так неплохо, да? То есть, тут все различные ящики есть. Но в эти ящики вы не только счетчик можете поставить. Вы туда поставляете что? Это называется реле. Реле с... Да-да-да, вот это реле, оно вам позволяет не использовать... Хотя, в принципе, здесь тоже самое есть. Это для тех, у кого-то, что поставили. То есть, вставили, они будут выключаться. Это отдельная тема. Но, как правило, все реле, которые здесь есть, у них есть внутренний переходник. То есть, если вы коротнете, его сразу же вышибет. И посмотрите, сколько этих релей. Это просто космос. Это просто космос. И, к слову о том, вряд ли вы что-то можете найти, подобное в другой-другой точке города. Что бы это было для вас красиво и ровно? Я не буду говорить о том, что бы вы использовали нити накаливания. Это уже прошло. Это уже очень-очень давно прошло. Хотя, в принципе, здесь есть. Но вам смысл терять на электричестве. Я не доезжаю, о чем идет речь. Теперь другой вариант. Самый, кстати, прикольный. И я, естественно, это использую. Вообще, как бы мы сейчас о чем говорим? Я, когда сюда прихожу, я отсюда не могу уйти, потому что здесь есть такие вещи, которые я в природе своей не видел. И хотелось бы это все дело поучить. И, к слову о том, что я сделал вот эту штучку. Я купил себе, ну, не целиком, а саму лампочку. То есть она серьезный, грамотный вариант. И, в принципе, у меня есть торшеры, а есть обыкновенные лампочные светильники. По сути событий, если я буду часто использовать лампочные светильники, я буду частый гость электросилы, потому что я здесь все это дело беру. Но, тем не менее, я взял. И вот ее так поставил. То есть она вот так вот разворачивается. И, в принципе, выложите и вниз, и вверх. Очень красивая штука. И давайте все-таки определимся, что эта штука при абсолютно нормальной цене вам обеспечит одна лампочка целиком в закрытии одной комнаты. Клево, да? Вот так вот. Ну, здесь очень много тех вещей, которые реально красивы. Но это уже чуть позже. Сегодня, сейчас мы вам говорим, что давайте, детишечки, подумайте первоначально тем, что у вас есть. А где эта штука-то, которая у вас есть? Она в голове вашей. То бишь мы сейчас подключили практически все. Естественно. Ну, сегодняшний наш жизненный опыт нам о чем говорит? О том, что все-таки хотелось бы, конечно, немножко все это дело заземлять и использовать контакты с заземлением для того, чтобы там тараканов-то и не было никаких. И давайте все-таки еще раз вернемся к тому, что здесь есть. Очень большое количество различных разноцветных примочков. То есть давайте определимся. Если вы все-таки решили внутренний дом сделать из-за разряда дерева, кстати, самый лучший вариант, потому что у меня есть дом, из которого я сделал и сип-панели. Очень классный вариант. Я вам серьезно говорю. И он даже не горит. Не-не-не-не, он вообще не горит. То есть у меня там под пол сделал один какой-то нехороший человек в прошлом-то году. Дерево сгорело, которое было рядышком, а самые сип-панели не горят вроде своей. Если вы будете еще более интересны, посмотрите, пожалуйста, фирму Таурус на YouTube. Что с ними было случилось то? Когда я целиком развалил шлакоблок и целиком не удалось расшибить из ствола, естественно, панель под названием сип-панель. То есть хорошая тема, кстати. Для того, чтобы у вас было все красиво и ровно, сип-панельные дома, они стоят реальные копейки, и вы можете это себе позволить. Только, ребятки, давайте все-таки, если мы говорим о работе, работа должна быть вашими руками. Что же касаемо дальнейших вещей, то есть если мы все это дело решили сделать на базе дерева, тут же, кстати, хорошая штучка, то, естественно, вам, в принципе, нет необходимости все это дело прятать. Хотя, в принципе, можно и спорить прятать. К слову того, что здесь есть специальный коробак. То есть этого уже не будет ваш на отдельных штучках под названием изоляция. Зачем? В короб аккуратненько складываете и короб закрываете. И, в принципе, вот и сколько коробов, да никаких проблем. Мне лично кажется, что для вас проблем не существует в природе своей. Надо просто думать. Думайте чем? Тем, что вам дал Господь Бог. А это голова ваша, естественно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Куда мы катимся? Ну, в связи с тем, что мы напрямую идем по пути развития государств под названием Америка с некоторым запозданием примерно лет так в 50. Но государство Америка, оно немножко тоже раскрутилось. Немножко все стало чуть-чуть по-другому. Или вы думаете, что все американцы в счастливом порядке, хотя, в принципе, Америка чем интересна? Америка интересна тем, что вы спокойненько можете себе сделать очень хороший бизнес, потому что там все это дело открытое, естественно. Но вы не думайте, что Америка настолько глупа. Нет-нет-нет, она абсолютно не глупа. И, в принципе, почему мы говорим про одноэтажную Америку? Потому что, потому что, естественно, все хотят жить для себя, не платя лишних налогов. Что это такое? Это естественный свой дом. И поэтому везде и всюду там по трассе, ну, будем говорить, что по основной трассе, везде и всюду там есть работа, а не то, что у нас, только в Магнитогорске есть работа. Но с другой стороны, если мы будем говорить про трассу вокруг Магнитогорска, то она примерно 150 километров имеет продолжительность вокруг себя. То есть никто вам не разрешает, взяв конкретный участок там жить и спокойненько доехать до города Магнитогорска с любой точки. Это можно сделать с любой точки. И чем Америка хороша, вы же там не были, а я там был, господа мои, тем, что американцы встают пораньше, но и ложатся спать тоже пораньше. То есть, грубо говоря, в 8 часов, в 8-9 часов Америка вся уже спит. Но встают, правда, в 6. А остальное они также могут спокойненько спать. К сожалению, мы пока еще очень-очень далеки, но мы можем это сделать. Если у тебя есть собственный дом, то в опроводициях нет, ты не попадаешь на процедуру стоянки. Вопрос может быть немножко другой. Процедура отопления, ну, она тоже делается, но мы говорим о электрической сущности Российской Федерации. То есть, в свое время электрификацию он еще запустил Владимир Ильич Ленин. Кстати, такой же, как и я, телец, я тоже телец, года быка, я не помню, какого года он был. Надо проверить. То бишь, электрификация вам позволила жить спокойно, грамотно и ровно. Но в некотором своем событии вы можете это все дело таким же образом использовать дома. Да, господа мои? везде и всюду, где у нас есть объездные дороги, практически везде и всюду есть электричество. То есть, даже не будем говорить о вашей сущности. Вода, мы находимся в предгорьях, хорошо прокопав, уже своя водичка-то и будет. И септики, это туда, куда вы должны покакать. Это несложно, все делается. Я лично у себя это сделал. Вы это также можете сделать. И самое забавное, почему я говорю про электросилу, потому что все, что у меня есть, я использую недорогие вещи, которые продаются здесь, все это сделал себе, своими руками, ровно и красиво. Вот куда надо идти. Забудьте бы про сраную ипотеку. В принципе, суммы, да в принципе, ну миллиона рублей реально хватит. А может быть дешевле, если есть мозги. Только мозги должны работать.